Платон В большей степени он был принципиально тем, что после поражения ОМЗ мы понимали, что победа в этом матче дает промежуточное первое место Играем свою игру, все разобрали, подготовились, поэтому поуверенней, друг за друга, ошибся партнер, доработали, подсказали, помогли С первых секунд все вспоминаем, все что делали и не бойтесь делать, не переходите на простой футбол, играем в мини-футбол Все что мы знаем, все что мы можем, все мы это используем Ребят, каждый за каждого, подружнее, давай Раз, два, три Туром ранее ПСК феерично переграл Кристалл, забив два решающих гола, в том числе и победный, на последних секундах матча Потом, неделю назад, тоже победил, хотя играл без Игоря Ахмедшина Но теперь один из лидеров команды, отбыв дисквалификацию за перебор желтых карточек, вернулся в строй Конечно, отразилось, когда нету игровой практики, входил, вот как в первый тайм входил целый, просто не мог даже мяч принять нормально Не только Игорь Ахмедшин, но и все остальные игроки Платона не были похожи на ту команду, которая до встречи с ПСК очков в чемпионате не теряла вообще В противовес этому соперник пристал лавиной, которая обрушилась на ворота голкипер Андрея Сейкина И первый гол стал итогом этого натиска Ромал Набиев поборолся с защитником, а капитан ПСК Андрей Чертов оказался самым расторопным на пятаке Следом Марат Сафин дождался ошибки опытного Дмитрия Куликова и неотразимо пробил верхний угол Платон ответил своим супермоментом, но Владислав Горюнов его загубил непостижимым образом И у нас возникали моменты, которые мы еще не реализовали, попали в штангу, было неплохих подходов А в тех эпизодах, я думаю, соперник как итог нас простил По такому сценарию прошел практически весь первый тайм Момент осознавали обе команды, но реализовывал их только ПСК В его составе отличились Алексей Цыганцов и Марат Сафин Особенно красивым получился второй гол Сафина Капитан футбольной Волги ювелирно точно пробил ближний угол 4-0 в пользу ПСК после первой половины игры Все ждали этого матча, я не знаю, может перегорели Скорее всего, наверное, перегорели от этого результат Хотя, как бы, ПСК здорово сыграл, все свои моменты решили, тут вопросов нет Весь перерыв потом провел в раздевалке и вернулся оттуда с планом переломить ход игры Но все заготовки и наработки пали навзничь от того, как соперник реализовывал свой план на битву В середине второй половины ПСК забил еще трижды Отличились Алексей Цыганцов, Марат Сафин и Дмитрий Салов И тогда Платон беспрецедентно пошел ва-банк Андрей Сейкин отправился на скамейку запасных, оставив свои ворота пустыми Вместо него вышел пятый полевой Юрий Абдулхаков Терять нам все равно было нечего, счет как бы такой 0-8 Решили попробовать с пятого Я считаю, лучше один раз проиграть так, чем много раз по 0-1, например Поэтому, я думаю, это нам на пользу пойдет Поначалу риск оказался бесполезным Андрей Усанцев забил восьмой гол в ворота соперника И многие подумали, что это был контрольный в голову Но Платон оказался живуч Сначала Богдан Костауров наконец-то распечатал ворота соперника Почти тут же отличился Владислав Горюнов И, наконец, ПСК перебрал лимит персональных За что и был наказан Сергеем Ахмедшиным с дабл-пенальти И быть бы суперкомбэку, если бы не отменно игрогал кипера ПСК Павла Нефедова Который подряд отразил еще два дабл-пенальти в исполнении того же Ахмедшина и Юрия Абдулхакова Они, скажем так, они футболисты, скажем так, высокого уровня Поэтому они могут пробить, в принципе, в любую точку ворота Поэтому стоять надо именно реагировать на мяч, а не пытаться предугадать Потому что, если будешь догадать, они тебя перехитрят в любом случае Последние минуты напоминали агонию теперь уже бывшего лидера турнира таблицы Марат Салахудинов улучшил момент и забил с центра поля уже в пустые ворота 9-3 в пользу ПСК Итог, который позволил команде одержать пятую победу подряд И вырваться в авангард в Суперлиге До счета не показатель, игра была очень сложная Даже когда выигрываешь 5-4, бывает намного легче, чем когда мы сегодня выиграли 9-3 Соперник очень серьезный, мы настраивались на очень серьезную борьбу А там на счет уже никто не смотрел 7-0, 8-0, все равно вы видели, сколько было моментов Мы пропустили еще три мяча, еще были моменты даблы, они забили Спасибо большое нашему вратарю, он нас выручил от плохой концовки У нас игра не получилась, хотелось бы поздравить ПСК с закономерной победой Ну и своей команде хотелось бы сказать огромное спасибо, потому что не опустили руки Я считаю, бились до конца, сделали все возможное Но было уже, наверное, поздновато, мы включились в игру, скажем так Лидерство ПСК подсобил Кристал Именно Кристаллические остановили победную серию УМЗ, обыграв Заводчан со счетом 5-3 Промресурс неожиданно оступился в матче против Валенты Улл-Сити 3-7 Дважды у победителей отличился Арман Бадасян Погода в доме долго мучилась со сменой, хоть МЧС вызывай, но в итоге победила 3-2 Победный гол на счету Виктора Злыдарева И, наконец, результативнее всех сыграли Май Медиа и Элина Медийщики взяли вверх 8-5 Половина точных ударов у победителей на счету Константина Клементьева Таким образом, после шестого тура в городской суперлиге новый лидер Впервые с начала сезона на самый верх забрался ПСК Правда, прежние заводилы у МЗ и Платон совсем рядом, отставание всего 1 очко Следующие 5 команд, а это на всякий случай половина лиги, уместились в трехочковый интервал Все начинается с погоды, а заканчивается промресурсом Похуже пока дела с набором очков у смены и Элины Первый зимний тур намечен на 7 декабря И его главное противостояние значится вторым в списке УМЗ против Платона Победитель этого матча продолжит погоню за ПСК А проигравший может получить себе преследователя погоду в доме И только сам лидер может жить спокойно Ему играть против сдающего позиции промресурса А может аутсайдер способен на подвиг? Подробнее об этом через неделю, 7 декабря Редактор субтитров А.Семкин